Заседание начинается с подписания соглашения. В туристическое объединение войдут больше десятка предпринимателей. Владельцы гостиничных комплексов, производители сувенирной продукции, туристические фирмы и общественные организации. Мы наметили определенные направления работы по развитию туристического потенциала Брянской области. Это в первую очередь создание бренда нашего региона, так называемая процедура брендирования. Это создание совместных туристических маршрутов. Туристический кластер создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Его задача – привлечение туристов в Брянскую область, обновление и благоустройство исторических мест. Очень много исторических мест, которые готовы о себе заявить сами. Единственное, надо, конечно, их брендировать, показать их сущность. Вот лялечи, про них говорим беспрерывное количество. Есть дипломный проект. Лет пять назад мы делали в Оловню, приспосабливали под волонтерский центр. То есть восстанавливая там усадьбу с помощью волонтеров. Предприниматели высказали множество предложений о совместных проектах. Они готовы представлять регион на международных выставках, разрабатывать новые туристические маршруты. Рассматривался проект как городского туризма, то есть экотропы. У нас редко какой город может похвастаться, что у нас в городе уже создана инфраструктура города, лес. То есть лес и очень много парковых зон. Но они, к сожалению, сейчас не в таком состоянии, чтобы мы могли туда водить туристов. И наша одна из основных задач встать, чтобы эти места благородить. Чешен-Курган, Покровская гора, Овстук, Солынь. На встрече речь шла о развитии и обновлении многих исторических мест региона. В планах подготовка сайта, презентационных проектов и видеороликов о туристическом Брянске. Екатерина Зойдина, Александр Жучков. События. Брянск.